В эфире программа интервью. Здравствуйте, меня зовут Айдана Карибжанова. В гостях нашей выездной студии сегодня руководитель организации, объединяющей 3 миллиарда человек. Нам выдалась возможность поговорить с генеральным секретарем ШОС, господином Джанмином. Итак, каковы вызовы и задачи, стоящие перед организацией сегодня во времена геополитической напряженности, и какова роль Казахстана в ШОС. Об этом мы не только узнаем у высокого гостя нашей столицы. Господин Джанмин, рада приветствовать вас здесь, в Казахстане. В рамках своего турне по Центральной Азии вы уже побывали в Ташкенте, в Душанбе, в Бишкеке, но, насколько я знаю, вы впервые в Нур-Султане. Коротко поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и расскажите о целях вашей поездки, вообще в целом, о миссии. Спасибо большое. Как вам известно, это мой первый визит по странам-членам ШОС после вступления в должность генерального секретаря организации. Также планирую поездки в Индию и Пакистан через некоторое время. Что касается Казахстана, я уже был у вас, правда, еще 20 лет назад в Алматы, теперь же вот впервые в Нур-Султане. Меня, признаться, поразили колоссальные изменения в вашей стране. Столица оживленный, живой и при этом относительно новый город. Что меня особенно впечатлило, повсюду гуляют дети, они улыбаются, играются, чувствуют себя здесь очень комфортно. Мне понравилась инфраструктура столицы. Нур-Султан напомнил мне динамичный китайский город Шэньчжэнь, куда тоже в разное время переехали жить граждане из разных регионов страны. Очень похож архитектурный ландшафт. Что касается главной цели поездки, к должности генерального секретаря, я приступил в очень важный момент для ШОС, когда организация вступает в третье десятилетие своей работы. На фоне колоссальных геополитических и экономических изменений на международной арене, все страны ШОС думают о том, как мы можем справиться с новыми вызовами и с угрозами, что сейчас нужно и важно предпринять. Поэтому главная миссия моего турне – обмен мнениями со всеми представителями государств, членов. Сегодня очень важно выслушать идеи и мнения каждого насчет дальнейшей работы организации. Эта сверка часов и взглядов понадобится мне в ходе работы в секретариате. Да, и как раз об этом мой второй вопрос. Недавно организация, как вы отметили, отпраздновала свое 20-летие, достаточно серьезный рубеж, и вы как раз вступили в этот серьезный ответственный момент на пост генерального секретаря. С какими трудностями вам пришлось столкнуться, учитывая, что это время совпало с пандемией, сокращением мероприятий и с геополитической турбулентностью, которую мы сейчас видим. Какие идеи в рамках ШОС вы хотите реализовать на этом посту во время своего председательства? Да, все верно. Как вы отметили, сегодня мир столкнулся с неопределенностью и турбулентностью. С большими вызовами приходилось справляться также из-за пандемии COVID-19. Но, думаю, мы не должны бояться таких трудностей. Считаю, что как и для человека, так и для организации, и для страны есть нечто общее. Наша жизнь заключается именно в том, чтобы время от времени преодолевать трудности, возникающие перед нами. В китайском языке «кризис» обозначается сочетанием слов «опасности» и «возможность». Встречаясь с представителями наших стран-участниц организации, я вижу, что все они стараются увидеть больше возможностей и шансов. В такие кризисные моменты мы не можем оставаться в стороне. Мы должны, наоборот, усиливать наше сотрудничество, развивать шанхайский дух и отстаивать наши интересы. Наше партнерство в разных сферах и так достаточно широкое. Однако мир меняется, и появляются новые направления. Экология, интеллектуальная собственность, IT, финансовые технологии. Мы должны идти в ногу со временем. Сейчас ШОС требуется формирование механизмов работы и секретариата для повышения эффективности нашего сотрудничества, чтобы направить его в более качественную сторону и повысить авторитет организации. Эти задачи стоят на повестке дня. На недавнем саммите ШОС было принято коллективное решение о принятии Ирана в членство организации. Какие у вас в связи с этим личные ваши ожидания? И не станет ли камнем преткновения санкции в отношении Ирана от Совета безопасности ООН? То есть для дальнейшего, более тесного сотрудничества организаций с этой страной? После 20-летия ШОС организация укрепилась как авторитетный институт. И это еще больше доказывает готовность многих стран присоединиться к организации или изменить свой статус внутри организации. Да, на прошлом саммите было поддержано решение о вступлении Ирана в ШОС. После этого секретариат ШОС начал переговоры с иранской стороной о регламенте и обязанностях в качестве члена организации. Можно сказать, что ход переговоров продвигается успешно и уже подходит к концу. Ожидаем подписания этого меморандума в ходе предстоящего саммита в Самарканде. После этого Иран может стать полноценным участником организации. Все государства-члены ШОС являются также членами ООН. Все мы придерживаемся устава этой организации, других международных договоров. Все мы поддерживаем многополярность. Этот принцип всегда стоит в приоритете ШОС. Что касается односторонних санкций в отношении Ирана, они не стоят на повестке дня. Эти санкции не должны сказаться на развитии нашего взаимодействия и сотрудничества в рамках ШОС. Хорошо, будем на это надеяться. Давайте немного поговорим о китайской инициативе «Один пояс, один путь». Я бы хотела уточнить, существует ли некое сопряжение этой инициативы с основными направлениями сотрудничества ШОС. Есть ли вообще вероятность трансформации этой инициативы в пользу их слияния в регионе? И в этой же связи сразу проговорить про транзитно-транспортный потенциал организации, стран-членов организации. Как известно, председатель КНР, господин Си Цзиньпинь, выдвинул инициативу «Один пояс, один путь» в 2013 году, будучи с визитом в вашей столице. Тогда он впервые озвучил эту идею на международной арене. На данный момент у нас интенсивное сотрудничество со всеми странами, которые поддерживают инициативу. Да, именно поэтому есть некое сопряжение. В последние годы мы также ведем конкретные проекты сотрудничества в рамках одного пояса на полях ШОС. Но нужно отметить, что за 20 лет существования организации почти все страны ШОС выдвигали собственные разные инициативы, и каждая из них была рассмотрена членами организации. ШОС – это открытое пространство, в котором важен инклюзивный подход. Сотрудничество в рамках шанхайской семьи. И что важно, оно развивается в разных форматах – двустороннем, трехстороннем и шире. Хорошо. Принято подчеркивать, что ШОС – это не военно-политическое объединение, что есть основные направления, как вы уже отметили, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное и борьба с терроризмом. И вот как раз хотелось бы остановиться на последнем. Какая сейчас ведется работа в этой области. И усилена ли она в условиях того, что одна из ключевых стран организации, а именно Китай, ну и другие страны Центральной Азии, аккуратно как-то пытаются наладить в первую очередь экономические отношения с Афганистаном, где недавно, как всем известно, к власти пришла запрещенная в Казахстане и многих других странах организация «Талибан». То есть в рамках вот этих вот последних событий усилена ли борьба с терроризмом и вообще ситуация с безопасностью в регионе? Борьба с терроризмом – важная часть сотрудничества ШОС, отправная точка. В этой сфере у нас есть успехи. И главное доказательство – 20 лет мира и стабильности в нашем регионе. Именно таким образом закладывается основа для процветания. Во время моего нынешнего турне вопрос безопасности был одним из ключевых. Все стороны высказывались о готовности наращивать силы в этой сфере. Мы должны в дальнейшем вести упорную борьбу с терроризмом и организованной преступностью, усиливать информационную безопасность. Все эти вопросы есть в повестке ШОС. Что касается чрезвычайно важной на сегодня темы, стабильность в Афганистане, скажу следующее. Эта страна является государством-наблюдателем в организации, а также соседом для нескольких наших постоянных членов. Думаю, что решение этого вопроса лежит в нашем стремлении превращать Афганистан не в разрушающий фактор, а в конструктивный фактор нашего региона. Мы хотим видеть это государство свободным, нейтральным, развивающимся, свободным от терроризма и наркотрафика. ШОС надеется на установление в стране инклюзивного правительства, в котором будут представлены все представители афганского общества – религиозные, этнические и политические. Во время своего турне я вел обстоятельные беседы, увидел единое мнение в этом вопросе, даже несмотря на разные методы ведения работы с Афганистаном. В Ташкенте запланирована конференция по Афганистану. Мы намерены обсудить конкретные проблемы. Безусловно, сейчас есть сложности по ведению переговоров с Афганистаном как страной-наблюдателем ШОС. Некоторые участницы организации уже пытались наладить отношения с Кабулом, но ни одна из них еще официально не признала Талибан в качестве легитимной власти. Мы ожидаем инклюзивного правительства. Думаю, такой расклад положительно скажется не только на самом Афганистане, но и на всем нашем регионе. Давайте поговорим о Казахстане как о полноправном члене организации, стоящем еще у ее истоков. Какую роль Казахстана вы видите в дальнейшем развитии ШОС? Казахстан один из основателей ШОС. Ваша страна играла и будет играть уникальную и незаменимую роль в этой организации. Я думаю, в новой реальности мы ожидаем от ШОС большей роли на мировой арене, и Казахстан, я уверен, может внести свой большой вклад в это. Роль Казахстана в организации и в международном пространстве только укрепляется и не уменьшает своей значимости. В рамках этого визита я также имел честь встретиться с президентом Токаевым. Выразил благодарность за доверие и поддержку при принятии решения совместного с другими лидерами ШОС о назначении моей кандидатуры на пост генерального секретаря организации. Взаимодействие Казахстана с ШОС очень широкое, охватывает все направления сотрудничества, от торговли и безопасности до культуры. Я ожидаю от вашей страны еще большего вклада в историю нашей семьи ШОС. Отрадно, что ваша нынешняя поездка на посту генсека ШОС выпала на важные политические и социальные события в Казахстане, на референдум. Расскажите, пожалуйста, о миссии наблюдателей от ШОС, как она будет работать и ваши личные ожидания и оценка политическим реформам Казахстана по демократизации общества. До того, как отправиться в эту командировку, я получил приглашение от казахстанской стороны принять участие в референдуме по внесению изменений в Конституцию в качестве международного наблюдателя. Мы все понимаем, какое важное значение имеет проведение референдума для народа страны и его будущего. Поэтому я решил, что должен продлить свою командировку на неделю. И это, по правде говоря, самая длинная командировка в моей политической жизни. Я думаю, что принял правильное решение. Это важная веха для Казахстана. Согласно принципам ШОС, важное событие в истории страны – участницы – значит важное событие для всей семьи ШОС. Что касается миссии от организации, она уже сформирована и включает в себя 17 человек – представителей постоянных органов ШОС, исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры и секретариата. Все члены уже прибыли в Нурсултан, и мы разработали план по наблюдению. Мы будем разделены на шесть групп. Будем наблюдать на разных участках. Уверен, что каждый член будет вести объективное наблюдение, а голосование пройдет без серьезных нарушений. Мы все ожидаем от Казахстана светлого будущего и желаем благополучия всему народу вашей страны. Спасибо большое, господин Джан Мин, за уделенное время. Удачи вам на вашем ответственном посту. Рахмет. Рахмет. А я напомню, что о шанхайском духе, вызовах и задачах, стоящих перед ШОС, мы поговорили сегодня с генеральным секретарем этой организации, господином Джан Мином. До встречи в эфире. Рахмет.